Слушай, ну с такими профессиональными навыками, я считаю, что мы с тобой должны в другой какой-нибудь ФНАФец поиграть. Мне интересно, через сколько секунд они меня грохнут? На самом деле, да, это такой тоже немножечко своеобразный баг, 20%, всё плохо. Товарищи, это звездец. Что это? Чпоньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстры, и сегодня мы с вами продолжаем и, скорее всего, заканчиваем играть в ФНАФ Плюс. Нажимаем кнопочку «Контингию» и поехали. Вы собираете классное количество лайков, просмотров, комментариев, поэтому и под этот видосик завестите ваш актив, Огромное всем спасибо, кто поставит лайк и напишет комментарий с какими-то советами, с рандомными, просто, не знаю, напиши ответ на вопрос «Как у тебя дела?», «Что ты сегодня ел на завтрак?» В любом случае, ваш актив очень поможет продвижению видосика, и я буду вам очень и очень благодарен. Собственно, максимально я оттягивал данный момент, потому что пятая ночь во ФНАФе, сам понимаешь, это ещё та жесть, а я как бы во ФНАФе далеко не профессионал. Плюс к тому же, изучив и проанализировав все ваши комментарии, я понял, что, ну вот, тактики по правой двери, как таковой у меня, по сути-то, и нет. Я посмотрел также ещё дополнительно видосы других ютуберов и понял, что большинство из них, реально, правую дверь практически, практически всегда держат закрытой, потому что то, как атакует медведь, кто-то из вас, опять же, написал комментарий, что на десятой камере медведь появляется перед атакой, и потом, когда он делает «у-у-у», нужно закрывать дверь, потому что в этот момент он может на тебя вылететь. Но фишка в том... А, ещё, короче, кто-то писал, что нужно дождаться пяти раз вот этих вот «у-у-у», кто-то писал, что чё-то медведь, у него есть какая-то камера, где он там чё-то звук какой-то издаёт, но его не видно, ты должен это слушать, понимать, не понимать. Я запутался окончательно, поэтому я далеко не уверен, что в сегодняшнем ролике мы с тобой сможем пройти пятую ночь. Я предлагаю следующий челлендж, значит, аккуратно, чуть не ушатал микрофон. Предлагаю следующий челлендж. Мы с тобой, значит, три жёстких попыточки сейчас делаем по прохождению этого всего. И вот, если мы за три попыточки не проходим, то, значит, как бы, Дакстер рукожоп, значит, Дакстер не знает, как проходить пятую ночь, и, соответственно, уже как-то жёстко, знаешь, трайхардить я тоже не вижу смысла, потому что, по сути, косовку мы с тобой уже видели в самом первом ролике из-за бага, поэтому чего-то такого нереального мы здесь уже не встретим. Ну, если тебе прям очень сильно интересно узнать, чем всё это дело кончается, хотя, насколько я помню, там реально вот этот вот билет вылетает, и, по сути, всё, и начинается всё заново. Если ты прям именно хочешь увидеть геймплей жёсткий, правильный пятой ночи, ты можешь его посмотреть у кого-то другого на ютубе дофигища просто видосов. Я же с тобой сейчас постараюсь всё это дело пройти так, как я умею. Я ищу последнюю аномалию, которая самая противная, самая вонючая, где-то вот здесь вот она. Ага, отлично. И, соответственно, идём в пятую ночь, надеясь, что за три попыточки, а может быть даже и за меньшее количество, мы с тобой всё это дело пройдём. Окей. Так. Сейчас будет жесть, реально. У нас, кстати, возможно, сейчас стоит сразу замутить его нахрен, потому что у нас же там начнётся какофония, которая будет нам мешать, да? По-моему, да. Так, ну здорово, плюшевые падлы. Так, будем фокс чекать. Да, у нас он ничего не говорит на пятой ночи, там просто жёсткие звуки. Соответственно, здесь мы... Вот, медведь. Со светом чё-то не то. Вот я сразу закрываю нахрен медведя, потому что он делает... Так, ну тут ещё и чек стоит. Хорошо. Пока что живём. Так, свет трубим. Тихо. Шкатулочка у нас. Фокси на низком. Вот, здесь никого нет, можем закрывать. Прочай, открывать. Ага, медведь идёт, медведь закрываем. Фокси на низком. 87% у нас 12 ночи, это звездец. Это звездец. Уже всё плохо. Так, чик стоит. Пока что чик стоит, мы всё равно это дело не откроем. Жёстко я, конечно, в предыдущей ночи забагал Фокси. Так, заяц у нас идёт. Ага, заяц у нас... Куда-то в вентиляции, по-моему, он полез. Так, Фокси на низком. По сути, вот я видел одну тактику, что можно просто чекать заяца здесь, а Фокси здесь. Когда Фокси бежит, мы это закрываем, но сейчас мы тоже закрываем, потому что пришёл заяц. Так, Фокси сорвался, мы делаем скрипт. Фокси бежит. Врезается 76%, 75-74. Нормально, но очень быстро всё это идёт. Проверяем заяца, никого нет, всё это дело открываем. Проверяем правую сторону. Здесь никого, здесь никого. Медведь делает... Это жопа? Наверное, нет. Открываем. Заяц идёт. Так, ага, заяц уже здесь. И у нас просто даже меньше минуты открытая справа дверь тупо запустила чеку. Это звездец. Это, дорогие друзья, пятая ночь. Реально, и мы с тобой не дожили, по-моему, даже до двух часов. Ну, то есть, это вообще жесть. Такс, окей, первая попытка у нас пошла. Что, опять же, говорит о том, что лучше правую дверь по максимуму стараться держать закрытой. Но, опять же, вот вопрос в другом. А нам хватит энергии в целом на пятую ночь, если мы будем там 95% времени правую дверь держать закрытой? Потому что Чика, она бешеная. Она, во-первых, очень долго стоит у двери. Во-вторых, она, как ты видишь, очень рандомно перемещается. Медведь еще этот, еще более рандомный тип, который иногда на камерах палится, иногда на камерах не палится. Вообще ничего не понятно, где аномалии искать. Аномалия, раз. Реально, очень не хватает этой игре скипа данного вообще уровня. Ну, типа, как я уже и говорил в предыдущих сериях, на один раз, ну, пойдет, прикольно. Дальше вот это все перед каждой ночью чекать, это такое себе. Вот. И раз уж мы с тобой пока что здесь играем, напиши обязательно в комментариях, хотел ли бы ты видеть от меня другие прохождения. Потому что сейчас, я знаю, еще третий ФНАФ Плюс проходит. Вроде как уже не от этого автора. Но есть также поделки с ремейком третьего ФНАФа, второго и так далее. Четвертый, кстати, я еще ни разу не видел. Плюс еще есть разные фанмейт поделки про... Ну, они уже давно, конечно, существуют. Типа, там, знаешь, пять дней с сторожем Виталием. Какие-то упоротые мем ФНАФы. Где там опасный поцик, повар. Вот это все дело скримерят. Соответственно, если ты хочешь еще ФНАФец увидеть на моем канале, обязательно дай знать об этом в комментариях. Если будет большое количество отклика, то мы с тобой обязательно еще в этой сфере что-то запишем. Плюс, я знаю, что сейчас вышла вроде как вторая глава. Вторая глава, я видел, кто-то записывал у... Короче, ФНАФа, где тоже есть аниматроники. Но они там прям ходят, и ты тоже вместе с ними ходишь. Это вроде бы неофициальный ФНАФ. Также кто-то из вас писал про ФНАФ... Что-то... Joy Creation, Toy Creation, что-то какое-то такое название. Но фишка в том, что я просто в него играл. И мне уже, ну, типа, на запись вот эти вот, знаешь, постановочные эмоции, что вау, смотрите, как страшно. Мне кажется, будет не очень круто. Я все-таки, если и прохожу игры, то, ну, стараюсь это делать прям... Первое впечатление, что называется. А не так, что я там 10 лет назад играл, и вот, пожалуйста. Вот, хотя, опять же, я сейчас еще думаю над тем, чтобы ввести, знаешь, такую экспериментальную рубрику с прохождением очень старых олдскульных игр. У меня есть на примете кунг-фу панда, черепашки-ниндзя, какие-то еще игрушечки, в которые я играл в детстве, когда мне было там лет 10. Офигенно, на самом деле, было время. Вот. И, опять же, все зависит от просмотров. Если это будет смотреть 5 человек, то, конечно, смысла в этом нет никакого. А если же в этом будет какой-то интерес, то, мне кажется, как отдельно такую рубрику олдскульную запустить, почему бы и нет. Так, пока что чики нет. Вот, медведь, все, до свидания. Сидим. Сидим, Фокси у нас здесь. Фокси здесь, проверяем зайца. Фокси здесь, проверяем зайца. Ну, тоже очень часто дергать свет не нужно. Вот. Поэтому, короче, много у меня мыслей по каналу. Сейчас еще 10 тысяч подписчиков скоро стукнет. Сейчас еще скоро начнем зайчика проходить, новую историю там. Ой, не новую историю. Другую историю. Там новое обновление как раз выйдет. Так что контента будет просто пипец много. И, соответственно, те, кто пришли на мой канал чисто исключительно из-за ФНАФа, также смотрите и другие видосики, потому что я над каждым роликом стараюсь очень круто, ну, как-то там, знаешь, харизма, шутить, все такое. Поэтому, если вам нравится, что я играю во ФНАФ, уверен, что и понравятся другие игрушечки. Так, соответственно, час ночи, 75%. Заяц идет, Фокси на низком. Фокси на низком, да. Блин, фиг знает, 72%. Вообще не очень быстро расходуется наша энергия. Но так, наверное, камеры чекать тоже не стоит. Вот Заяц сейчас залез куда-то налево. Я это по звуку понял. Ёпта. Внезапно. Хорошо. Здорово. Все, ты у нас ушел. А Заяц, а Заяц стоит здесь. Так, пока что он стоит здесь. Не знаю, наверное, дверь можно открыть? Медведь просто разошелся со своими этими ухуками. Это жесть. Так, нужно проверять свет, потому что сейчас... Потому что сейчас придет Заяц. Ну, он пока что стоит здесь. Ага. Хорошо. 57% в 2 часа ночи. Но это лучше, чем предыдущая ночь. Все потому, что у нас закрыта правая дверь. Вот. Но, конечно, с другой стороны, я тоже тебе могу понять, что данный геймплей, он как будто немножко читерский. То есть, вспоминая меня школьника, вспоминая, когда я все это дело играл и проходил. Так, я что-то заговорился. Подожди. Заяц-то ушел. Это нужно открыть. Вот. Короче, вспоминая меня школьника, я помню, что я так не играл. Я не играл по этой тактике. Я всегда использовал две двери. Не было такого, что я просто такой, буду фокусироваться только здесь. Это реально, ну, как по мне, нечестно. ФНАФ разрабатывался как игра, где нужно чекать сразу две двери. Но здесь просто проблема в том, что нам толком не объяснили, как работает медведь. 43% 3 часа ночи. Слушай, ну вообще, дожить можем. Заяц сюда залез, я слышу. Он здесь. Сейчас фокус сорвется, и мы с тобой закроем все. Ага. Хорошо. Так, тихо. 39% 3 часа ночи. Ля, ну мы еще помним, что фокси под конец может нам очень жестко поднасрать тем, что он будет у нас энергию красить. Тихо. 35% в 3 часа ночи. Опять же, видишь, я не все камеры чекаю, чтобы не тратить много энергии. Короче, фиг знает. Угу. 29. Это нужно сделать так, чтобы он побежал. На самом деле, да, это такое тоже немножечко своеобразный баг. 20% все плохо. Своеобразный баг, когда мы с тобой, Фокси, вообще не триггерим никак. Так, он в шестой камере у нас, Заяц. 19% 4 часа. Сейчас будет уже 5, и там нужно будет просто молиться. Просто молиться, чтобы мы с тобой все это дело прошли. Так, Заяц у нас идет. Вот, опять же, никто из вас не написал тот прикол, что по логике, если он идет по коридору, а, он через винты лезет. Он вот в этом моменте вроде как на восьмую камеру залезает, да? Да, он залез вот сюда. Теперь он здесь. Мы делаем так. И сидим. Бля, целый час еще ждать. Это звездец. Товарищи, это звездец. Что это? Что это? А что это? Братик, это реально ты? Братик, я очень напуган. А что на английском? Я же на русском играю. В смысле? Я думал, я тебя больше никогда не увижу. Посмотри на меня. Что ты со мной сделал? Шесть лет просто прошли, и это ужасно. Так вот, как финал выглядит. Мы прошли с тобой? Да ладно. Ты взял эту работу, чтобы меня найти? Ты знал, что я был здесь? Эти роботы, они как я. Эти дети были убиты, как я. Мы не помним, кто это был, но ты помнишь? я был брошен здесь, я был брошен здесь, но я всегда возвращаюсь. Пожалуйста, подожги это место. Сохрани меня и сохрани моих друзей. Они думают, что ты убийца. Они думают, что предыдущий охранник был также убийцей. Спасибо. Да ладно? Серьезно? Good job sport? The end? Мы с вами прошли игру, при том, что у нас вроде как только начался пятый час. Я думаю, все, звездец, 15% сколько там у нас было. Охренеть, да? Мы с тобой все прошли. Лен, какие же мы молодцы. Я думал, что нам не хватит, если честно, трех попыток. Я думал, что будет полная какая-то жесть. Вот, но, опять же, это все с той тактикой, что правая дверь у нас постоянно заперта, и то, что вот мы с тобой должны выходить. Слушай, ну с такими профессиональными навыками я считаю, что мы с тобой должны в другой какой-нибудь фнафес поиграть, потому что я тут думал, что я, ну, типа такой просто, знаешь, Михаил Дакстер. Первую ночь, вторую выживаю. Тут как бы руки помнят, что называется. Вот эти вот скиллы из детства, плюс какие-то еще новые навыки, которые мы с тобой обрели за предыдущие ночи. Нам здесь очень даже пригодились, и мы с тобой все дело произошли. Соответственно, раз у нас видосик такой коротенький, давай мы с тобой еще и экстру бахнем. Посмотрим, почему бы и нет. Экстра, значит, нет, не экстра, подожди. А, нет, экстра, кастом найт. Мы с тобой делаем кастом найт и ставим все. Давай просто посмотрим на эту жесть. Ставим все на двадцатку. Ставим все на двадцатку. Все ставим на двадцатку. Просто, вот, мне интересно, через сколько секунд они меня грохнут. А, слушай, эта тактика плохая. Знаешь почему? Потому что нам придется снова проходить вот эти вот неинтересные и скучные штуки. Ну, давай посмотрим, пофиг. А, нет, сразу же, офигенно. Вот почему у меня было оригинальный... Раз. Нет, подожди, не будем. Ну, типа, уже секунд пять прошло, шесть, семь, восемь. Подожди, может мы и пройдем. Сейчас с тобой все на двадцатке пройдем. Делов-то! Так мы профессионалы с той же тактикой, подожди. Все, это у нас дурачок вернулся. Зайца у нас нет, открываем, четыре процента. Ля, Фокси сейчас, конечно, начнет шуровать туда-сюда, мне кажется, просто каждую минуту. Хотя, не, нормальный Фокси. Короче, классно. Но, опять же, вот, игрушка была бы вообще прям пушкой-пушкой, если бы разработчик просто добавил возможность вот эту вот поиск аномалий просто в начале... А ну да. А ну да. То есть, если в оригинальном ФНАФе у нас заяц там еще даже в пятый... А все, да. Если он даже еще в пятый ночи как-то стоял, вот он залез в вентиляцию, он там что-то делает. Здесь все. Здесь, типа, он залез в вентиляцию, проходит секунду три, и он уже у тебя в комнате. Охренеть. Но, но, вроде как мы с тобой часик-то даже продержались. Давай еще разочек, почему бы и нет. Но, здесь уже, конечно, вы должны понимать, что... А, что такое импотент? Подожди. А, импотент мы с тобой видели. Да, Lost Power Play, Jump Scares, скриншот. И, опять же, я реально очень горд за, в целом, Lost'а, потому что это СНГ-ютубер, потому что это наш чувак, и его игру начали проходить самые топовые ютуберы по ФНАФу вообще, типа, в мире. И, как бы, ну, это определенным образом, конечно, успех. Да и, в целом, игрушка классная, игрушка рабочая, как я уже говорил, типа, все без бага, все круто. Но вот это вот просто вот начальная механика, как мне кажется, от нее, ее либо нужно развить, вот реально, если ее развить и разные локации спицерид добавлять, чтобы мы искали аномалии, было бы вообще прикольно. Каждую ночь новое, новое место, соответственно. Либо просто ее нахрен убрать, потому что неинтересно. Так, хорошо, сейчас неначек ждем. Угу. 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 Все, началось. Угу. Мы с тобой закрываем эту часть и сидим на фокусе. Сидим на фокусе. Тактика та же. Тактика мне вообще пофиг. Будем делать таким образом. Фокс сейчас у нас сорвется. Вот, соответственно, логичней, конечно, было бы, да, знаешь, начать снова проходить весь ФНАФ, только уже ремейк. То есть, следующая у нас должна быть вторая часть, потом у нас должен быть спрингтрап и прочее. Но! Так, ага. Тихо. 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 Я вот так закрою, потому что Заяц в прошлый раз очень быстрый был. А вот он здесь уже. Нет. Значит, куда он делся? Куда Заяц-то делся? Заяц на шестой камере, серьезно? Так, там Фокси бежит? Да, Фокси бежит. Фокси бежит, Фокси прибежал. Анимации, кстати, не было, потому что я был Заяц все это время. Заяц теперь стоит здесь. Я не буду, я не буду открывать дверь, потому что и Заяц, и Фокси, типа, сам понимаешь. Но, если мы даже доживем часов до четырех, на двадцатью из двадцати, у каждого аниматроника, мне кажется, это будет имба. Да, хорош. Но они, конечно, жесткие, да. Жесткие поцыки. То есть, видишь, когда мы играем на двадцатке, здесь уже тактика с контролем только Фокси, она не совсем работает, потому что Заяц, он здесь тоже бешеный. Ага. А еще, короче, у каких-то ютуберов я видел, что вот здесь появляется марионетка, вообще в рандомный какой-то момент, и, 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 и от нее тоже хрен как защитишься. То есть, это типа то же самое, что и Заяц, только марионетка, и вот, откуда она здесь, при условии, что вроде как в оригинальном ФНАФ ее не было. Ну, как бы, конечно, там не было и комнаты с сейфом, где лежит у нас Спрингтрап. Я понимаю, что ремейк, какая-то привносить, это круто. Снова Фокси, да серьезно, он задолвал. Слушай, Фокси вообще у нас этот, Усейн Болт, чисто бегает и бегает. Так, 46% в 2 часа ночи. Не, ну сидеть в закрытом офисе, конечно, офигенно. На самом деле, мне кажется, охранник давным-давно мог бы там принести какие-нибудь пауэрбанки, я не знаю, чтобы у него не вырубался этот генератор. Или просто принести гигантский генератор, для того, чтобы вот, ну, наверняка выжить. Это, кек. И вот, опять же, я рассуждал, по-моему, я это в видосе еще не озвучивал. Смотри, в чем прикол. Охранник охраняет пиццерию и аниматроника в этой пиццерии. Но фишка в том, что если они настолько опасные, то любой вор, скорее всего, тупо будет съеден. Смотрим. 33 было и стало 13. Охранеть, просто 20% как рукой сняло. До свидания. Жесть. Ну, да, это, конечно, сидеть с закрытыми дверьми это очень интересное занятие. Но, даже без закрытых дверей, я думаю, что мы с тобой продержимся очень и очень недолго. Вот, если он вообще охраняет аниматроников, какой смысл ему здесь сидеть и быть там, ну, типа, съеденным, убитым и прочее? Все, нам гг. Смотри, 4, 3, ну, еще Фокси просто все взял и сломал нам. Какой смысл ему здесь сидеть и работать, рисковать жизнью, если любой вор, который сюда придет, скорее всего, и так будет убит этими же аниматрониками? Ну, то есть, просто развешиваешь по городу или там, перед этой пиццерии информацию о том, что там разъяренные аниматроники убийцы, и лучше туда не лезть. А как бы, если вор туда полез и его убили, ну, это его проблемы. Вот, соответственно, все вот это вот, эээ, да, спасибо. Фрейд тоже со мной согласен. Соответственно, все это не имеет никакого смысла, если просто они, ну, реально настолько разъяренные. Возможно, там, на первых ночах, да, но на пятой, мне кажется, лучше просто сидеть дома, попивать чаек и ждать, пока тот дурачок, который туда проникнет, будет просто съеден. Соответственно, вроде как, все мы с тобой изучили в этой игрушке. Из экстра у нас, ну, слушай, реально, дожить до 3 часов ночи, мне кажется, я прям даже уверен, что во второй части, во-первых, там и аниматроников намного больше, и у них там разные атаки, и кастом найт, второй, вообще второго ФНАФа, она реально намного сложнее, потому что там что-то прям дофигища разных персонажей, и когда ты выставляешь 20-20-20-20 в кастом найте во втором ФНАФе, я видел, как это выглядит, и это жутко. Здесь еще как-то по лайту, то есть мне казалось, что прям Фокси будет не переставая туда-сюда бегать, и мне, кстати, даже интересно, есть ли уже на Ютубе прохождение с вот этой вот кастомной ночью именно в ремейке, во ФНАФ Плюсе, в первой части, ну, короче, вот в этой вот части. Если есть, и чувак это прошел, то, конечно, респект, но и мы, как мне кажется, тоже молодцы, дожить до 3 часов, на, еще раз повторюсь, что эти 20 из 20 у каждого аниматроника это довольно неплохой результат. Ну и пятую ночь, естественно, мы тоже с тобой прошли довольно-таки быстро, что как бы закрадывается в мысль, что, возможно, стоит еще попробовать и поиграть в другие ФНАФ игрушки. Понятное дело, что когда выйдет в целом официальный новый ФНАФ, мы, естественно, с тобой его заценим, но если ты хочешь в этом вот перерывчике до выхода официальной новой части, чтобы я тоже во что-то поиграл, обязательно пиши в комментариях, обязательно пиши именно название игр, которые, как тебе кажется, мне будет интересно поиграть, заценить, попугаться, потому что я точно знаю, что есть крутые фан-поделки по ФНАФу, есть не крутые ФНАФ-поделки, есть скучные, есть багнутые, вот я хочу играть в крутые и страшные, поэтому если за это все дело шаришь, обязательно пиши в комментариях. Ну, а мы с тобой, соответственно, выходим в главную менюшечку и завершаем на этом наше прохождение Five Nights at Freddy's Plus. Собственно, если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх, также не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, включайте там все уедомерения, чтобы быть в курсе выхода новых видосов и также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну, а с вами был Ажда Акстра, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока!